Весы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на март месяц. Что вас ожидает в начале, в середине, в конец месяца. И первая карта для вас, это карта Четвёрка Пентакля. Четвёрка Пентакля, жадность и скупость по отношению к вам. Вы не по отношению к кому-то, а вы жалеете уже в начале марта для себя что-то. Здесь может потребоваться, знаете, может выйти из какой-то состояния ваше, порадовать себя, какой-то подарок. Но вы это жалеете, вы как бы скупите даже для себя, порадовать себя. Давайте посмотрим следующая карта, что это касается у вас. Девятка Жезлов. Как я сказала, вы закрываете себя, вы желаете в себе какой-то подарок, вкладывание в себя. Но всё-таки вы говорите, нет, пока стоп, не нужно это сделать, пока это не время. Всё-таки вы, может быть, здесь не даёте возможность другим людям помочь вам выйти из этой состояния, в котором вы остерегаетесь, в котором вы ставите себе как защитный щит, чтобы вы это здесь, как будто вы не даёте никому возможности. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта для вас, Девятка Мечей. Девятка Мечей осознание, что вам больно. Сознание тех, которые в отношении, может быть осознание, что в этих отношениях, которые находитесь сейчас, у вас нет счастья, у вас нет радости, у вас нет возможности какие-то новые построить в этих отношениях. Для тех, которые, я хочу сказать, если это касается работы, финансы, здесь как будто вы осознаёте, что у вас тяжело, что какой-то период вот это, и вы должны сохранить, закрыть. Но не нужно это делать, знаете почему? Потому что чем больше вы закрываете, чем больше вам вот это состояние продлевается, вы находитесь больно, когда пустота на душе, когда вот здесь вы просто в начале уже месяца, вы должны осознавать, что что-то вы неправильное делаете, даже по отношению к вам, не по отношению к кому-то. Следующая карта на середине месяца для вас, это Двойка Кубка. У Двойка Кубка прислушиваться вашей интуиции. Те, которые имеют отношение, должны понимать, что рядом с вами есть такой человек, который может поддерживать в трудный момент, может дать руку помощи, может вас обнимать и сказать, что всё будет хорошо, не страдай однажды, не закрывайся. Те, которые не имеют отношения, очень сильно тяжело, что может быть после какой-то предательства, где не были вот эти чувства, человек закрывается, и может здесь быть появление новых отношений, но всё-таки человек не даёт возможности, ну, открыться, да, ну, знакомиться. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта, карта Луны. Карта Луны показывает ваши страхи, ваши иллюзии, ваше то, что вы боитесь, да, что, а что будет, если я начну опять вот новые отношения, опять закончится, опять я потеряю человека, я опять себе буду давать то, что, ну, опять буду страдать, больно будет. Здесь не нужно, пожалуйста, делать, потому что здесь это ваши только вот эти страхи, да, нужно перебороть, осознай, что не каждый человек может предавать, не каждый человек может больно, да, мы всё-таки должны сохранить свою то, ну, знаете, доверие к людям, да, может не ко всем, да, конечно, нужно всегда, как говорится, доверять, но проверять, но то, что здесь у вас сильные страхи есть, это однозначно. Давайте посмотрим следующая карта. Десятка жезлов. Вы сами сейчас создаёте ваши эти проблемы, да, вы сами сейчас закрываете себе глаза, закрываете себе возможность идти в что-то новое. Ну, я хочу сказать так, в середине месяца очень обращайте внимание на то, что ваша интуиция подсказывает, ваше внутреннее состояние, да, те, которые в отношении, дайте возможности человеку, который рядом с вами, в таких моментах быть рядом, да, не закрывайтесь. Следующая карта на конец месяца для вас, король Пентакли. Как я сказала, есть мужчина для женщины, который находится, ну, как это, как семья, как стабильное отношение с человек, который вас может поддерживать, а для мужчины здесь может быть от вас в конец месяца кто-то попросит помощь, да, кто-то здесь не нужно именно финансы, да, здесь может какие-то ваши знания, да, может какие-то советы дать, какие-то рабочие. Здесь как бы, ну, для того, чтобы вы кому-то помогали преодолевать трудности, да, здесь это как бы какие-то, ну, советы. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это Туз Кубка, полная чаша, да, полная чаша показывает вашу энергию, да, в конец, да. Здесь может, как я сказала, те, которые находятся в отношении, у вас есть человек, который вас любит, который вас хочет поддерживать, который вам протянет руку в тяжелые, тяжелые каких-то трудности ваши, те, которые не в отношении, здесь может быть появление новое знакомство, да, человека, да, здесь может быть, но может человек может быть после каких-то трудностей своей жизни, да, человек как был женат, и, может быть, болезненно и прошёл какие-то ситуации в жизни, да. Здесь, может быть, тот человек ещё может будет бояться, да, чтобы построить новый. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета, как себя вести на протяжении всего марта, что вам высшие силы советуют. Это карта волшебник, действий, да, сотрудничеств, да, потому что вы мастер, вы талант, вы знаете вообще, чего вы хотите, и даже в работе, в отношении, вы это всё прекрасно понимаете, потому что вы показываете как человека, который уже понимает, осознаёт, что он прошёл, и как ему дальше идти по пути, да. У него есть воля, у него есть знания, у него есть всё прекрасное для того, чтобы достиг в своей жизни, да, какое-то желание, желаемое. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. Для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.